В списке рискованных активов выделяется российская валюта. Рост обеспокоенности инвесторов как на экономическом, так и на геополитическом пространстве спровоцировал падение спроса на рискованные валюты. Однако рубль остается стабильным, несмотря ни на что. Американский доллар торгуется в диапазоне от 59 рублей 70 копеек до 60 рублей за доллар. Продавцы и покупатели нивелируют деятельность друг друга. График тянут вверх иностранные инвесторы, привлеченные аукционом облигаций федеральных займов, которые разместил Минфин РФ на сумму в 40 млрд. рублей. Но и равнозначная сила тянет график вниз с помощью экспортеров, продающих выручку, учитывая приближение срока налоговых выплат. Дополнительной поддержкой рубля остается курс монетарной политики России. Центробанк по-прежнему удерживает размер процентной ставки на сравнительно высоком уровне – 9%. Хотя инфляция в России замедляется и находится немного ниже целевых значений, позволяя Центробанку смягчить курс денежно-кредитной политики. Все это дает возможность рублю демонстрировать свою независимость от котировок на нефть. Однако и здесь рубль получает поддержку. График на североморскую нефтяную смесь марки Brent вновь растет и на премаркете американской сессии находился вблизи отметки 52 доллара 40 центов за баррель. Нефтетрейдеры довольно оптимистичны ввиду обещания Саудовской Аравии сократить экспорт нефти в Азиатский регион приблизительно на 10%. Кроме того, в ходе заседания представители группы стран ОПЕК+, заключивших соглашение о сокращении производства нефти, пообещали еще более тщательное соблюдение условий сделки. А между тем, в стране, не участвующей в договоре в Соединенных Штатах, вновь отмечено сокращение объемов запасов сырой нефти. По данным Американского института нефти за прошлую неделю в американских нефтехранилищах было отмечено сокращение запасов на 7 миллионов 800 тысяч баррелей. Сегодня трейдеры будут ждать подтверждения позитивной динамики уже от Министерства энергетики США. Ну а о том, как будут дальше развиваться события на финансовых рынках, вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. До свидания.